Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний видеообзор будет посвящен вот этой симпатичной машинке, изготовленной германским оружейным концерном Rimental Borsing AG в начале 1940-х годов. Имеет, как и большинство машин того времени, четыре ряда клавиш и два регистра. Шрифт русский, судя по всему, переделанный. Самый обычный аппарат 40-х-50-х годов знаменует собой переход к обтекаемому дизайну, характерному для любой техники середины 20-го века. Основные органы управления у машинки – это вот клавиатура, две катушки, заправленные пленкой благодаря им, и на бумагу и переносится цвет. Эта машинка имеет возможность потенциально печатать двумя цветами, если есть специальная пленка, а также есть режим бесцветный. При нажатии клавиши катушки на небольшое расстояние проворачиваются в одну сторону, когда пленка заканчивается, механизм срабатывает в другую. Здесь есть вот рычажок, которым мы отодвигаем прижимную планку от резинового вала, для того, чтобы спокойно зарядить лист. Позади, в тыльной части, есть пюпитр, который поддерживает лист. Когда нажимаем вот этот рычаг, мы двигаем в крайнее правое положение каретку, и также барабан проворачивает на один интерлинияж. Есть регуляция интерлинияжа, но на данной машинке, к сожалению, он сломан. Ну, неудивительно, этой машинке где-то 70-76 лет. Есть кнопки регистров. В отличие от компьютера, по умолчанию, когда нажимается первый ряд клавиш, отпечатывается, в данном случае, двоеточие, а не цифра. Чтобы появилась цифра, надо нажать регистр, тогда отпечатается цифра. По пятибалльной системе оценки машинка находится не в лучшем состоянии, с натяжкой во втором. Потому что, в принципе, сломан регулятор проворота. правый валика, с левой стороны он сохранился. С обеих сторон каретки есть рычаги, которые разблокировали каретки. То есть при нажатии мы можем каретку сдвинуть. Надо признать, что машинке это было высокое техническое достижение своего времени, но в основном машинистками были печатали на них женщины, потому что только они выдерживали такой муторный труд. Профессиональными заболеваниями были, это, конечно, болезни суставов пальцев рук, артриты, артрозы. Потому что огромная нагрузка на пальцы. Более того, нож был нажимать правильно. Если нажимались слишком быстро, то таким вот образом машинка заедала. То есть нож был выдерживать определенный ритм резко, но при этом плавно. Это в будущем появились пишущие машинки электромеханические, которые разгрузили пальцы машинистки. Также профессиональным заболеванием машинисток была глухота, так как редко в одном помещении была одна машинка. А когда нужно было сделать много копий, использовалась черная переводка. Но говорят, что некоторые машинецки могли до пяти листов зарядить. Я в это, конечно, не верю. Максимум два-три. Вот. И целый день, восемь-часовой рабочий день, конечно, из года в год глухота. Даже если использовались беруши, ну, я не думаю, что машинистки сидели в наушниках. Клавиатура в будущем перекочевала на компьютер. Она, в принципе, очень похожа. Таких принципиальных различий нет. Эта машинка попала ко мне абсолютно случайно. И подарил ее один знакомый журналист, за что я ему очень благодарен. Я решил ее оставить на память. То есть, в принципе, не продавать. Конечно, было бы неплохо отдать ее на реставрацию, чтобы сделать ее относительно... Не то, чтобы в идеальном состоянии привезти, а более-менее в рабочую. Потому что в некоторые моменты машинка заедает. Но с учетом того, сколько прошло времени с момента ее производства, она относительно этого точки сохранилась достаточно неплохо. Но конкретно на этой машинке я не печатаю. Потому что, в принципе, потребности сейчас такой нет. До этого у меня были две более современные машинки. производства ГДР и производства России. Одна из них переносная. Но вот эта машинка весит немного. Я ее взвешивал. Максимум килограмм пять. Это тоже большое достижение было для своего времени. Потому что первые машинки были ужасно тяжелыми. То есть, в принципе, почти неподъемными. А это, можно сказать, что переносной вариант такой. Надо признать, что в советское время, даже не во времена Сталина, а позже, все машинки стояли на учете в КГБ. То есть, делал с каждой машинки, может, это было с завода, нет, точно не могу сказать, распечатывался один лист всех букв. И по, в общем, по оттиску букв можно было потом определить, так сказать, если была какая-нибудь антисоветчина, на какой конкретно машинке ее печатали. Машинки тоже были пронумерованы. Вот. И сейчас, конечно, такой уже проблемы нету. Сейчас времена другие. И, в принципе, но машинки, конечно, сейчас большинство выбрасывают, уничтожают. Но я бы рекомендовал хотя бы старые машинки, как историческую ценность, сохранять. Потому что в недалеком будущем это будет вообще реликвии. Спасибо за внимание. До следующих видеообзоров. Продолжение следует... Продолжение следует...